Привет, зритель! Сейчас будет обзор огроменной посылки от моей подписчицы Лёльки из Тюмени, она мне уже очень много просылала подарков разное время, в этом году уже летом посылала, и я уже послевала, и что-то у меня еще в использовании, что-то у меня еще в запасах, очень полезная, очень классная посылка, что-то для меня было сюрпризом, что-то меня как бы спросили, я сказала, да, хочу, или меня спросили, я сказала, вот это вот хотелось бы, ну, как вы знаете, мне всегда очень неудобно говорить, на самом деле, вот когда меня в лоб спрашивают, что я хочу, и всегда очень приятно получать вот именно то, что хочешь, или вот даже чисто полезный какой-то конкретный такой подарок хороший, ну, я могу, конечно, видео сказать, типа, вот, вот это я бы хотела, типа, задарите мне такое, но это по большей части в шутку, потому что если когда-то в реальности случается, я всегда слегка в шок впадаю, в общем, она мне уже как-то посылала постилу, я даже, ну, у меня раньше такое было, по большей части еще в той квартире, еще даже немножко в этой, когда не умеешь говорить нет, и вроде как жалко, но есть люди, которые, нет, что, тебе жалко, что ли, в общем, я там этими постилками делилась, даже несколько штук, 4, на самом деле всего лишь 4 штучки, посылала товарищей в Японию, короче, вот, одна вот такая была, совсем одна, там, в инстаграме я скидывала фотку, сколько там разнообразия, их всего 55 штучек вот таких, постилушка, вообще я не знаю, вот постилушка, которая на Озон продается, я нашла похожую, и вот эта ура, постила, это одно и то же или нет, потому что вот местами дизайн у них похожий, а местами совершенно вот как, ну, не то чтобы как день и ночь, но он отличается, но и тут вот такая конкретная постила, я, конечно, делала яблочную постилу, чисто яблочную, сама один раз в духовке еле отодрала, местами от пергамента один раз, два раза точнее, в сушилке, один раз у меня хорошо отошла постила, а в другой раз не совсем, я еще что-то так это раздобрилась, и она у меня где-то чуть больше сантиметра в высохшем виде вышла, при том, что она в мокром виде должна быть такая, соответственно, усухая, и я потом еще узнала, что на ковриках непригораемых этих тифлоновых и так далее стекловолокно, которое можно делать точно так же эту постилу в сушилке, то бишь использовать эти коврики, а потом как-нибудь сделать, но тут уже готовая постила такими постилочками, только благодаря своему товарищу по несчастью, не буду уж говорить его имя, кому интересно, то мучайтесь вопросами, в общем, только благодаря ему я поняла, что эту постилу удобнее есть полосочками, так вот как бы достать-то, вот такими полосочками, короче, а не целиком кусать, в общем, это у нас было яблоко-черника, и что хочу сказать, тут целый килограмм постила, я ее взвесила, мне просто интересно было, ну сколько тут вот так по весу-то тяжеленько, тысяча четыре грамма, в общем, короче, килограммы, четыре грамма тут постилы, пятьдесят пять штучек, куча всяких разных, и апельсинки тут, и малинка, вот я не помню, раз она мне писала, была малинка или нет, тут и вишенка, и какие-то похожие, вот я заказывала себе, этому парню скидывала в инстаграм фотку, не поверите, вот у меня лежит там постила, но я как бы ее не себе заказывала, и я ее, соответственно, ну чай какую-то съела, я сначала думала напополам, потом думаю, что человек сидит в своей этой самой практически жуте мира цивилизованной, у меня вот кот ползет, и он меня вчера уронил эту елочку уже с гирляндой, я специально ее включила, она может еле-еле гореть, Тиша, давай ты свалишь, а? Она может быстро мигать, а может вот как сейчас, по-моему, она сейчас стала быстрее мигать, ну, в принципе, по крайней мере, вам видно елочку, и она мигает, новогоднее настроение, икей-кей, и у меня сегодня такой шабутной день был, я хотела за посылкой пойти, но думаю, у нас пока дойдет, вот она, пока ее там опечатают, пока там то-се, уведомления стопудово принесут дня через три задним числом, у меня такое уже было, и письма носят нормально, так вот мне вчера письмо пришло от нашей команды, там открыточка, второй год уже вот рассылка такая идет халявная от нашего как-то зама-капитана, вообще-то штурман, ну, я думаю, что они там все вместе с капитаном это обговаривали, и письмо пришло, вот как вот пришло, так и отправили, ну, ящика положили, а уведомления, если не знаешь, что тебе что-то должно прийти, то можешь вообще не догадаться и не узнать, а если знаешь, то, ну, наша почта и опасна, и трудна, но она стала лучше работать в том плане, что они быстро эти посылки ходят, короче, я сегодня еле-еле доперла, 9 килограмм 700 грамм, вообще 9 750, это, видимо, вместе с коробочкой, вот там вес на коробочке написан был, нисколько тяжело, сколько неудобно нести, видимо, когда скалкой раскатывала пласт теста для лаваша, я стала сильная, потому что вот мне эти 9 700, я думала, блин, как я их допру-то, прошлый раз-то было 8, что-то около 8 или 8 килограмм посылка, тут чуть-то побольше, но я нормально доперу, единственное, что вот, ну, она такая вот, ни в какой пакет не влияет, в общем, вот пастила, я там что-то, наверное, говорила, как обычно много слов, да, в общем, вот пастила, пастила, короче, вот ту пастилу, я тогда 10 штучек, там 50 было, вот килограмм пастилы на зоне похожей, не знаю, действительно, вот та или нет, я просто искала, человеку понравилась очень пастила, еще бы, я так поняла, человеку вообще именно такую пастилу никогда в жизни не ел, живите вот в своей Японии временно, и я, значит, так подумала, о чем мне эта пастила, ну, захочется, закажу потом себе этой пастилы, и я так одну пятую себе оставила, и вот там 40 штук у меня в коридоре лежит в таком красивом пакетике новогоднем, так, и вот теперь лично моя пастила будет, я уже сегодня ему скинула, говорю, вот смотри, у меня тут пастилу, ну, еще без фотки, точнее, скинула, мне кажется, мне килограмм пастилы задарили, вот спасибо, Лерке, за килограмм пастилы, у меня целых восемь духов, я на самом деле, когда пришла домой, у меня этот дурень-кот, я дверь открываю, он давно уже не выбегал так, и он мимо меня так ломанулся, я только коробку поставила и поскакала сразу за ним на второй этаж, а там у нас, ну, весь подъезд практически собаки, я не знаю, есть ли у нас подъезды кошки, кроме моей кошки, но вот надо мной собака, по бокам собаки, мало ли так выйдет, и вообще тридцать, ну, в общем, я его на втором этаже практически почти напротив, почти над моей квартирой вот поймала, ну, ближе к квартире, допустим, если стоять спиной к моей квартире, то налево, и я, значит, пришла, думаю, что я такая вся в попахах, лапы чего-то дрожат, я такая думаю, блин, он убежит, переволновалась из-за этого дурня, которая сидит напротив меня через штатив, и вообще думает, как бы на ёлку скоммуниздить, ему, кстати, никакие шарики в этот раз не приглянулись, я её побольше так украсила этими шариками, даже вон штучку купила, в инстаграме я её скидывала, тут-то её не видно на камере, надо приближать, короче, кому интересно, тыркайтесь мой в инстаграм, там уже это есть штучка, правда там фоткана просто без ёлочки, я, может, потом ёлочку зафоткаю и уже сообщество ютубное скину, ну, и я пришла, думаю, что я это значит, мне надо было в определённое время ехать на другой конец города, я хотела в определённое время в одно место успеть, а потом в другое, но так получилось, что потом села не на тот автобус, маршрутка подошла, точнее первая, первая подошла та маршрутка, которая не совсем туда идёт, я уже там на базу Озон поскакала, обзора не будет, но есть фотка в инстаграм, обзор может будет потом, если интересно, тыркнись опять в инстаграм, и я, значит, думаю, что это тут, ну, час больше, час меньше, и я решила всё вот это открыть, посмотреть, первыми восторгами поделиться с человеком-дарителем, и уже потом пошла, вот, духи, соответственно, я в курсе, что у меня тут восемь духов, офигеть вообще, в прошлый раз было пять духов, в этот раз восемь духов, и некоторые, вот даже какие-то я давно-давно, допустим, когда была ещё представителем, у меня подружка покупала, и я вот как бы представляю, что такие духи есть, но не представляю, как пахнут, а некоторые даже для меня открытия, это Эйван, все восемь штук, Эйван, Эйван, оде букет, вода букетная, вот такая вот штучка, какие-то я вскрывала и прыскала на себя, какие-то я уже поняла, что я уже и так попрысканная, я уже не вскрывала, я буду вот так вскрывать, а то я тут внизу вскрываю, понимаешь, что у меня камера как бы на моё лицо рассчитана, и то, что внизу, может быть, только слышно, ну да, я вскрываю, можно было плёночку так не рвать, но это же я, и ещё на мне было с утра повешено, спрыснуто этим, мы смираем с блэком, а человек, в общем, мне написал Лёльке, что вот посылка уже пришла, я думаю, ладно, вот с утра добегу, а то хрен знает, может я там устану уже, и надо будет подгадать, наша почта работает до пяти сорока, но как-то я пришла в пять часов, мне что-то надо было, конверт шли, буквально купить конверт, и мне его тупо не продали, потому что, ой, у нас уже там чего-то, через сорок минут мы закрываемся, слушайте, оно вот так выглядит, вот эти, сверху оно мне напоминает цветы России, мне раньше очень нравились эти духи, они какие-то до сих пор вроде есть, какие-то дофига бюджетные, вроде как они года два назад продавались в фиксике, мне моей маме нравились, мне там, я бабушке дарила их когда-то там, какие-то, какой-то ландыш там был, вот ей очень нравился бабушке, и вот сверху оно вот похоже на эти самые, ну, тоже круглый флакончик, на самом деле похоже вот только если сверху смотреть, красивый очень такой, светло-персиковый, желтенький, апельсинчиковый, мандаринчиковый, я ощущаю, но я не могу передать, я сейчас тут на руку закапаю, ну, у меня правда еще что-то сегодня ходила в шапке, вчера была в зимней шапке, и мне сказали, что сейчас тепло типа на основе весенней ходить, а был какой-то ближе ко второй половине дня, после обеда был какой-то слегка ветерок, и я подозреваю, что мне надо будет вечером делать тазик с горячей водичкой, парить ножки и делать грелочку, я же грелочку купила, которая вот такая обычная грелочка резиновая в аптеке продается для ингаляции, делать ингаляции, потому что я что-то сегодня как пришла домой, так это сижу и на кухне сразу пять раз чихнула, поэтому, возможно, у меня нос слегка может забить, но... Наверное, это действительно букет, вот букет цветов, такой интересненький, спасибо, Лёльке. Вот это я не помню, открывала или нет, или только собралась, или отвлеклась. Наверное, я только собралась открыть, потому что я другой ингаляции открывала, это у нас ингаляций лотос. У меня, помню, у меня есть красный, по-моему, ингаляций тоже от Лёльки, у меня был оригинал, когда-то давно они мне очень нравились, я покупала и 30 мл, и 50 мл, как раз потом эти круглые шарики пошли, но что-то он мне не понравился, я долго-долго им не могла пользоваться вообще, сейчас я даже не помню, как он пахнет. Потом у меня был синий вариант, мне его отдавали, скажем так, одна знакомая, но другая знакомая пришла и выпросила, или, может быть, просто убила его, я уж не помню. Но суть такая, что вот от Лёльки именно у меня вот три ингаляций, как бы его так это... Может, конечно, можно было как-то открыть по-нормальному, но у меня, видимо, по-нормальному не судьба. Парфюмерная вода. Раскрой свое внутреннее сияние. И сейчас я буду пытаться аккуратно это вскрыть, но у меня, многие знают, аккуратно не получается вот уже вскрыть. Кстати, духи раскрылись на мне, я вдруг начинаю их понимать, они такие тепленькие. Нежно-вкусно чем-то пахнет. Сладенько так. Не фритерно-сладко, а легкая такая сладость. Вот прям ощущается вот этот вот цветочек. Вот если в цветочек лотоса в серединку поставить эти духи, то прям один в один будет. Кстати, тут тоже как на флейме вот такие вот штучки, не знаю, на флеймовском такие же один в один были или просто оно похожее. В общем, аромат вот по цвету вот этого колпачка. Клево. Спасибо, Лёли. Я тут сейчас себя обнюхаюсь. Вот теперь еще один будет. Вот это я уже вскрывала. Тут я более аккуратно вскрыла. Ему повезло этой коробочке. Это у нас лотос глав. Пардон, инкаденсенс глав. Он похож на синенький, но не такой синенький. Он как бы переливается. Тут, по-моему, даже теплые такие оттенки синего. Я его сегодня даже прыскала. Люди, я не буду его прыскать, а то у меня сейчас тут будет вообще симбиоз всех духов. Я понимаю, что надо взять кофейные зерна, понюхать их или еще что-нибудь понюхать, чтобы перестало вонять. Ну, в смысле, понимать, чем пахнет. Но ко мне просто вечером еще придет человек, и я не уверена, что человек осилит весь этот букет. Ароматов. Ну, я думаю, вот кто Эйвон занимается, или просто, ну, даже если вам интересно, так углите там в Эйвон вот эти вот в Яндекс вот такие духи, и почитайте там композицию. Излучая очарование в каждый момент жизни с ярким, цветочным и утонченными древесными нотами аромата инкаденсенс глав. Лау. Лау. Хрен знает. Вот. Классно. Спасибо, Лёльке. Так. Ну, наверное, друг на друга-то не встанет. А куда бы тебе вот так поставить? Может, что-то на полу. О, я же могу под елочкой это поставить. В любом случае вам, что наверху, что внизу не будет, сейчас пока видно. И еще духи одни. Тоже от Эйвон. Вот эти. Флоровые у меня что-то было. По-моему, даже два каких-то варианта было. Вот такие я не видела. Рэйбл. Очень красивая коробочка. Очень красивая коробочка. Вот. Открываю. Прости, пакетик. Я по-другому не уметь пока. Так. Кстати, это все, по-моему, парфюмерная вода. Это кто? А это туалетная. Вот эта туалетная, а те две, вот три уже. Это парфюмерная вода. Подчеркиваю свою индивидуальность насыщенным ароматом, стойкий шлейф которого будет притягивать внимание с утра до вечера. Я просто его открою, я вот чисто даже, чтобы вы увидели, чтобы я сама увидела. Бикиньки, ровно так открыла, ничего нет. Не поломалось. Крутой какой еще моего такого любимого цвета. Ну, если вы меня смотрите, даже если не совсем давно, я думаю, можно заметить, у меня практически все цвета любимые. Ну, вот такие оттенки тоже очень люблю. Вот похож на турмалин. У меня где-то есть камушек турмалин. Я когда папашка занимался, ну, был ювелиром, когда еще был жив, как он там этот, завод углический, чайка, часовой. Всякие камушки иногда дома бывали. Вот турмалин у меня сохранился. Были еще какие-то камушки. Ну, я так понимаю, что по моей жизни прошлись такие люди. Благо, отвалились все. Именно такие люди, которые вот в чем меня только не тырили. Даже как-то в детстве у куклы Барби скому не изделили туфельки. Потом признались, но не отдали. Зачем? Ну, ладно, не будем о грустном. Тут вот такой шикарный флакончик. Вот он мне напоминает мой турмалин. Кстати, у Аррера есть альбом, называется турмалин. Или как-то так. Мне кажется, он на Эрис Нуар напоминает. Вот и фрашевский. Что-то такое тепленькое. И там есть какие-то нотки. Вот раньше Лэйвен был Этернел Мэджик. Вот такое классное. Я сегодня нос свой полечу. И на днях пронюхаю это все конкретно. И выберу себе аромат на январь. Ну, в конце декабря, соответственно, постараюсь это все обозреть. У меня из ароматов на декабрь, к счастью, к сожалению, не знаю, так внезапно я пользуюсь только одним-единственным ароматом. Но еще как бы Новый год не случился. Это то есть конкретный праздник. Даже если где-то 99,7% из 100 я буду дома, чисто саму себя порадовать ароматом, то, ну, как бы есть шанс там цветочная диска, допустим, или чего у меня там было. Плеснуть на себя. Ну, пока я что-то Эйвоновским мы с Мэйрайс Блэком пользуюсь. Причем буквально один-два пшика. Так, это у нас Этер Блэк Трес. Маленькое черное платье. Уикенд, выходной. Это, видимо, разновидность маленького черного платья, потому что вот я оригинал видела. Я его даже нюхала, но я не помню, как он пахнет. Это тоже парфюмерная вода. Я сейчас ее вскрою. Это у нас уже, слушайте, пятая парфюмерная вода. Открою секрет, там и Мари два варианта. Не тот, который у меня был, но другие два. Причем какой-то я, видимо, хотела. Мне сказали, что ты же типа сама хотела, а я уж не помню. А какой-то, может быть, я тоже хотела. Но это платью не повезло. Я пока не буду у них коробочки выкидывать. Пусть они в коробочках стоят. Вот оно, платье. А, крышечка-то дырявенькая. Думаю, может, я что-то это не так сняла. Я не могу вам аромат передать, но он мне так нравится. Кажется, вот чисто оригинальное маленькое черное платье меня в свое время не вдохновило. А моей тогдашней знакомой Ленке оно очень нравилось. Другая Ленка, не та, которая Снегирова. Так. У меня второй раз уже рука тянется. Тут у меня пакетик. Я вообще все открывала, но потом закрывала, потому что, не потому что, вот, ну, чтобы вам показать, как оно тут было, и не только поэтому. У меня же есть животное, которое дофига любопытное. Мало ли что ему в голову вот придет. В общем, про такую штуку я вообще не знала. Хотя сегодня была в одном магазине, где купила всякое прибамбасов. Ну, мне сказали, что вот там есть, ну, не то чтобы раза три повторили. Я поняла, что надо, наверное, все-таки купить, чтобы елочка у меня уже была совсем такая конкретная. Елочка, раз я ее раньше времени решила как бы поставить. И я там подобную штуку видела. Ну, вот до сегодняшней посылки я даже не знала, что такое существует. Сейчас я вам номер продиктую, может, кому-то надо. 1-1-2-1-2. Это у нас Фаберлик, дом Фаберлик. Косметика для уюта дома. Мыло для кухни. Устраняющие запахи. Кинчинсов. Так, аромат зеленого чая, гринси. Мягко и эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук. И вот для чего она предназначена. Для мытья кухонных принадлежностей, разделочных досок, скалок и рук. Ну, это устраняет неприятные резкие запахи от рыбы, чеснока, лука, сырого мяса, специй и тому подобное. Вот, 300 миллилитров. С удовольствием буду пользоваться. Ну, и потом, соответственно, в пустых баночках расскажу. Я вот только не знаю, но относится к моей уходовой косметикой на январь или нет. В общем, вот. Тут удобный дозатор. Вот такая вот штучка. Вот это я хотеть. Я вообще сказала, что я хочу какую-нибудь зубную пасту. Попробую чисто вот из этих каталожек. Но, оказывается, в Вейвене нет зубных паст, а в Фаберлике есть. Мне когда-то давно перепало счастье. Мне отдали бы ушную, как потом выяснилось, зубную пасту от Фаберлике. Я уж даже не помню, что там было. Вот новенькая зубная паста. Мне сказали, что есть. Я выбрала там чернику. 97% натурального. Зубная паста, ночная, черника, нуки. Вот так. Я вообще настолько забыла, что я пасту хотела. И что мне ее вроде как даже сказали, что купили и все такое. Вот тебе тут паста. Я этот пакетик увидела, думаю, что это такое. Таким интересным цветом. Крем для рук или для чего. Оказалось, это зубная паста, ночная, черника. Пусть тебе снятся самые добрые сны. А дыхание при пробуждении будет свежим. Ночная зубная паста со вкусом черники тщательно очищает полость рта и формирует на эмали защитный слой, который предохраняет от воздействия кислоты бактерий. Черника является прекрасным антиоксидантом, способствует укреплению тканей десен. Нуки технология, собственно разработанная, разработка компании способствует восстановлению зубной эмали. 75 миллилитров. Вот сегодня вечером ее я пробую. Я сегодня с утра поставила себе ту самую свою корейскую зубную пасту, которую на зоне покупала. Вот она зафольгирована. Не буду я ее пока раскрывать. Отфольгировать. Вот она тут с сиреневой коробочкой и ткаденсуса очень сочетается. У меня есть халявный пакетик. Я пока в этот халявный пакетик сложу эти пленочки. Чтобы они тут на мне не лежали. Вот тут Лелька так это, чтобы оно не протекло и не открылось, а заклеила очень удачно. Номер сейчас вам скажу на всякий случай. 1 1 1 9 3. Концентрированное средство для мытья посуды с биоэнзинами, с ароматом лимона и мяты. Чистота и блеск легко и с удовольствием. Ну и я сегодня почитала, как примерно ей пользоваться, что можно там замачивать какие-то вещи с допотопными пятнами, с не очень допотопными пятнами. Ну и разводить или один к четырем, или один к двум. Средства не предназначены за использование в посудомоечных машинах. Я про такое только видела у Насти Лукьяновой в обзорах. Это Ленки Снегиревская подружка, которая со мной очень хотела дружить ради пьяра, а потом очень перестала хотеть. И вот у Ленки в обзорах видела. А сама как бы в руках не держала, как оно выглядит, вообще не представляла. Кстати, вот тут подходит от нуля плюс. Ну, то бишь, даже если у вас там какой-нибудь поладенец, поладенец, вы можете мыть посуду. Эффективен против особо сильных, стойких и жировых загрязнений. Подходит для мытья детской посуды. Лимон и мята. Вот. С удовольствием буду пользоваться. Косметика для уютного дома. Спасибо, Лёлька. И у меня есть сейчас пока там ферри. Ферри. Ну, в принципе, чисто вот даже интереса ради. У меня там гора посуды. Я сегодня его разолью куда-нибудь, отолью куда-нибудь и разбавлю водой. И протестирую. Я ещё когда не дошла до этого, мне Лёлька пишет в Лайбер, типа того, что вот этой хренью можно мыть посуду. Ну, надо мыть посуду, попробуй мыть посуду. Думаю, блин, что это. Я ещё до туда не дошла. В общем, классная штука, э. Я ещё не пробовала, я уже говорю, классная штука. Но мне как бы хотелось такую попробовать, но как бы я сама не занимаюсь. А вот чисто из-за какой-то штуки регистрироваться смысл. Потому что как бы мне там ничего особо не надо. Стой. Ну, тогда на полу стой, раз ты тут не лезешь с ёлочкой. Так, ещё пакетик для кухоньки. Там вообще первая штука, которую я увидела, она меня так поразила. Так приятно поразила. Так... Я её сразу полоткать стала. Я потом до неё доберусь. Она тоже с кухней связана. А ещё с ёлочкой Новым Годом. Это у нас китчен. Набор форм для кексов и маффетов. Я такие покупала для упаковки в фиксике, но они как бы лишними не будут, я считаю. Потому что я что-то в них делала, они всегда как бы под рукой всегда надо. И можно в одних что-то запечь, в других какой-нибудь железо фигачить. Спасибо, Лёля. Так, куда бы тебя положить-то? Вот сюда ты маленькая. Ты вот под ёлочку влезешь. Прямо вот под ёлочку подарочек. О, так сегодня же, слушайте, сегодня... А у меня телефон-то на зарядке, на кухне. Сегодня же вроде 25 число, то бишь Рождество, да? Я ещё так подумала, я ёлку в этот раз успела поставить. Точно 25-я, потому что мы за горячую воду в подъезде подписываем, сколько она горела. У нас старша по дому сходит и списывает. Мне как раз вот конкретно, думаю, поставила ёлочку как раз перед Рождеством. Даже раньше успела ёлочка перед Рождеством. И тут день, именно 25 декабря, там у католиков Рождество, если кто-то меня из католиков или тех, кто отмечает, это 25 декабря, как Рождество смотрит. Или вы там в какой-нибудь Японии, которая отмечает все праздники, тоже вдруг меня смотрите. Привет вам. Короче, с Рождеством. У меня как раз вот конкретно подарочек под Рождество. Подарочек под ёлочку. Потому что я знаю, что в западных странах, вот эти фирмы там какие-нибудь под Новый год обычно, это один дом или что-то такое американское. Именно большинство вот этих католиков, у меня даже подруга, она как бы православная, но она живёт в той части России, где больше католиков, чем православных. И вот она именно почитает Рождество. И как раз вот на Рождество принято дарить подарки как раз под ёлочку. Вот у меня тут католическое Рождество. И ещё такие же штучки. Вот я в нашем фиксике такие не видела. Течен набор форм для печенья. У меня есть набор форм для печенья в виде бабочек, три штучки. Мне тётя в прошлом году на Новый год, кажется, дарила. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. А тут семь вот этих звёздочек. Постараюсь я их уделать. Ну, в смысле использовать. О, тут даже рецепт имбирного печенья на жопке. Так, а там ведь куда её делать-то? Нету никакого рецепта. А нет, тут только написано, как можно их использовать. Короче, я не знаю там, увидите, не увидите. На паузу нажмёте. У меня, возможно, лёгкий тремор. Я с сегодняшнего дня перешла на правильное питание. Не в том плане вот эти загоны, чтобы походить. А я когда-то давно питалась пять-шесть раз в день, потому что у меня отпущенный желудок, гастрит и прочее. Вот эта трибуха, как у людей обычно бывает. Ну, у детей обычно бывает, у подростков. И какой-то период жизни получилось так, что была ещё у меня бабушка живая, она вечного пила, что вот чай, чё ты мало ешь, тебе надо три раза питаться в день и по многу хавать. И как-то у меня так получалось. Иногда забывала поесть. Иногда я ела больше, чем надо. И тут я прониклась. И снова стала есть. Видимо, буду. Пять-шесть раз в день, по чуть-чуть. Вот сегодня я дважды уже по чуть-чуть поела. Потом, когда поехала, я поняла уже с коробкой этой, что я очень хочу есть. Думаю, да ладно, я там быстро. Я не захочу так есть-то конкретно. И когда на часовом забежала в дикси, гляну, чё там, я поняла, что я совсем так конкретно хочу есть. Купила себе булочку какую-то такую. Типа самая менее есодержащая булочка. И я подозреваю, что всё-таки там было не пальмовое масло, а какое-то другое растительное. Потому что мне от него плохо не стало, от этой булочки. Я купила себе кефирчик и эту булочку. Ага, есть хочу. Потом пришла, я ещё поела. Чуть попозже ещё поем. У меня там тушёные овощи были. Точнее, овощи на пару. Слушайте, овощи на пару так давно не делала. Ещё тефтельки эти, я их смонтирую обязательно после того, как сделаю эту реализную тамбуру свою. Это-то я сегодня буду монтировать. Ну и суть такая, что я вот что-то по чуть-чуть стала есть. И так часто охота есть после этого. Вот когда ешь 3-4 раза в день, то как-то есть особо не охота. А когда по чуть-чуть, то вот реально организм подстраивается. В общем, раньше я так делала. А печенье я вот сделала всякое разное тесто. И у меня по всем этим рецептам, которые на купе я делала в интернете где-нибудь, пока у меня вот не получалось полностью эти формочки обновить, чтобы они были печеньем. Потому что какие-то печеньки я делала, там формочки ни к чему были. Можно было руками так наряпать кружочков. А вот тут есть рецепт, я даже его сделаю. Что у нас тут? Мёд, сахар, имбирь и корица. Кстати, то и другое есть. Молотый мускатный орех и кориандр. Ни того, ни другого нет. Но можно, в принципе, наверное, приобрести что-нибудь из них. Сода, масло сливочное. У меня есть козье сливочное масло. Яйцо и мука. В принципе, я правда сейчас стараюсь сливочное масло заменять на кокосовое. Ну, там на какое-нибудь растительное, побольше, чем кокосовое. Не то, чтобы мне нельзя, допустим, сливочного. Можно, но что-то вот у меня такие загоны. Потому что я его практически не ем. У меня в морозилке лежит сливочное козье. Вот мне тогда задарили сок. Приличненький. У меня ещё один халявный пакетик. Так. Сейчас я большое такое достаю. Достану-ка я маленькое. Меня спросили, я сказала. Мне купили. Я правда не знала, что конкретно было. Я ещё буквально похожий аромат видела тут в Ашане. Ну, как-то они странно выглядели. Как брёвна. Я думала, да ну нафиг. Мне тут вроде как пообещали палочки. У меня ещё тут палочки есть. Не буду пока. Тут мандарин. Агарбати. Индокитай. Вот. Сейчас вскроем. Тут восемь штук. Я уже видела. Сделано в России. Ну, откройся как-нибудь. Я последние свои палочки покупала в фиксике. И они такие, ничего. Я правда думала, что это нем. Но на самом деле оказалось не нем, но тоже Индия. Достаньте уже как-то. Может, надо другого конца открыть было. Да. О, я их пальцы вытащил. Теперь у меня палец дострял, палец дострял. О, какие крутые. Я тут человека подсадила на палочки. Я глянула, сколько они там у чёрта на куличика стоят. Слегка прифигела. Ну, в переводе, допустим, на русские деньги. Хотя там большая упаковка. Может быть, у нас так же стоили бы. Хорошие палочки. Очень даже хорошие. Спасибо, Лёлечка. Я сегодня-то не буду ужечь, потому что у меня палочки бодрят. А мандарина, я подозреваю, вообще взбодрят. Я завтра буду тайпить последние три с лишним страницы. И зажгу себе палочку вонючку. Вот. Сюда куда-нибудь. Куда-нибудь. Вот сюда. Не лежит, а она тогда вот сюда. Под ёлочку. Мне сказали, что это продаётся в фикс прайсе. В нашем фикс прайсе я не видела. Оно очень круто выглядит. Вообще вот. Я не хочу сказать, что в фикс прайсе что-то не круто. Там очень хорошие вещи можно найти. Так. Сейчас я это тут написано. Информацию на стикере считать приоритетной. Набор мыло туалетного. Завод братьев крестовниковых для детей. Тут, короче, каждый кусок 190 грамм. Это я уже читала. Вот. Мыло для детей. Основано в 1985 году. Оно такое, кстати, увесистое. Ребята, считайте. 600 грамм без 30 грамм. 570 грамм. У меня в руке 570 грамм. Итак, это под старославянский. Старорусский язык тут. По большей части написано. Высшая награда Парижской Всемирной Выставки 1889 года. Мыло для детей. Мыло для детей. Крем и чистотел. Крем и ромашка. Крем и чистотел. А, они одинаковые два. Я так смотрю, что-то вроде как картинки-то одинаковые. Во. Какой-нибудь из них я открою, может быть, на январь. У меня сейчас там лежит еще одно мыло. Оно будет в пустых баночках. Тоже Лелькина, кстати. Да у меня сейчас все мыло, по-моему, Лелькины. У меня какие-то пара моих были. Я там чисто, ну, вдохновение тукнуло меня при наличии мыла там. Я сделала. А так у меня вот все там, Лелькино, мыло. Она меня снабжает. Так. Леля, ты меня снабжаешь мылом вообще. Вот. Круто. Так. Ой. Теперь кот сидит, когда он понял, что здесь баррикада, и ему не пройти нормально, чтобы ничего не долбануть. И самому не долбануться. К елочке он сел напротив меня на стуле. Вот уже вот так по правую руку. И пырится так. Тише. Так. А вот так. Очень красивая коробочка. Тут что-то нарисовано такое вот. Такие же листики с ягодками. У нас второй раз уже на поздравлялке от команды нашей Рендропс. Надо хоть погуглить или тетю спросить, что это за листики. Что они обозначают. Короче, очень красивая коробочка. Она сейчас неровно закрывается, потому что я там уже пакетики подоставала. Тут у нас два бантика. Я, может, в нее что-нибудь положу. У меня есть похожая коробочка с посылки от Лены, Минск-Москва, тоже от подписчицы. И там АСМР на всякая трибухла. И... Да, меня вчера уже спрашивали, почему я никак не выкину коробку с бумажными цветами с дня рождения. Я говорю, я ее все пытаюсь обозреть в АСМР, но у меня все руки не доходят. Я ее постараюсь обозреть до своего дня рождения. Которая в феврале. В день Валентайна. В общем, вот эта крышечка. И тут у нас пуэр. Не поверите. Пуэр в точках. Ну, прессованной. Пуэр в россыпью. Это при том, что я тут на днях купила пуэр. Я его, правда, в инстаграм, ну, фоткала, хотела выложить. Я его даже обозрела. Но я еще не монтировала. Мне просто как бы не было времени. Плюс там надо... Некоторые моменты придется вырезать. Ну, в смысле, не их какие-то моменты. А потому, что вот там, допустим, какое-то животное скакало. Отвлекало. Я там стояла на пауз. Короче, надо будет поработать так конкретно. Винтаж. Винтаж. 3w.t-coffee.info Винтаж. Это, видимо, так называется магазин. Я только покупала. Да, вот тут тоже винтаж написано. Пуэр сяо туча. Описание традиционный китайский черный чай из провинции Юнань. Листики этого сорта чая с прессованной миниатюрной купола. Темный цвет настоя. Яркая, долгая. Послевкусие напоминает о древних легендах и мифических борцах великого монастыря Будды. Рекомендован к употреблению после еды. Егей. 6-7 грамм чая на 200 миллилитров воды. Заваривать 6-8 минут. Сейчас я, кстати, это открою. Кому интересно про Пуэр, у меня есть плейлист «Моя чайная коллекция». У меня вообще есть два плейлиста. Один чаю посвящен, другой чаю травам. И вот там есть отдельный ролик про Пуэр. Тогда у меня его еще было прилично. Слушай, это такой классный пакетик. Он внутри вот такой фольгой покрыт. О, классно. Мне вот именно вот такие очень хорошие Пуэр. У меня такие вот в такой упаковочке. Иероглиф, кстати, чая присылала. Ну, не то, что присылала, а привозила моя одна знакомая. Когда у нее кто-то из ее знакомых ездил в Китай. И она сама туда ездила. Кстати, две, ну, забыла как ее. Рисовая бумага, папирусная бумага. Короче, в общем, вот такая хорошая, правильная бумага. Намного круче, чем тот, который, в смысле, не росыпь, а этой, как бы, присованный покупала у нас там, в местном улическом. На развес в чае. В общем, она вот так тут играла. А тут второй. Я такой ни разу не видела вообще. Мне с вишней когда-то давно дарила подружка. Потом я сама с вишней покупала. Тут даже вот такая как-то монетка нарисована. Ну, в смысле, как печатель, что-то такое. 2009 год. Пуэр, спелая клюква, пуэр. Описание. Китайский чай пуэр, корички, клюквы, кусочки моркови и ягоды бузины. Круто. Прям морковь особо. Ну, мне привозили как-то из Японии. Давно, еще давно. Я там не занималась. Я вела просто бумажные. Знаете, печатные блоги бумажные. В смысле, это текстовые блоги. Ездила на всякие лицлеты, можно сказать, бумажные. И там, короче, этот... Конфетки были японские из морковки. Интересные такие. Тут тоже за фольгой проделана. Интересный такой аромат. Я как-нибудь заварю, если вам... Ну, в смысле, на камеру. Если интересно, дайте в каменце знать, я заварю. Или на свечке, или в своем пуэрном чайничке. Которую я тут все собираюсь со всей этой требухой обозреть. Правда, все не определилось. У меня есть там чайничек, на который я на свечке завариваю чай. И этот чайничек есть и маленький ролик еще до того, как я видеоблогингом занялась. Просто вот ролики на YouTube скидывала. И, по-моему, даже в каком-то я обзор делала. Может быть, даже ASMR-ный там какой-нибудь был. Ну, и я вот думаю, полностью все эти чайнички обозреть. Наверное, полностью все эти чайнички обозрю. Потом отдельно вместе с теми двумя подносиками. Может, есть у меня пара чайников. Ну, как бы они такие вот обычные чайники. Один-то такой, может, не совсем обычный, не стандартный. Он стеклянный, у него уже крышечка неродная. Я там про него уже когда-то обозревала. Их я не буду обозревать в этом ролике. А вот то, что конкретно такое чайное для чая, и то, что я редко пользую. И то, что иногда все же пользую. Я все-таки думаю их сейчас вот скомпоновать. Вот благодаря Лельке и ее чаю у меня наконец-то эта идея созрела полноценно. Так, пакетик. Желтенький пакетик. Я их уже мерила. У меня была вынужденная покупка как-то в светофоре. Я была, но увидела там, короче, тапочки по 85, что ли. И они как бы маломерки, но при этом все равно большие. Там 36-37 размер был. И они мне, ну не то чтобы велики, но нормально были. Я купила две пары. Ну как бы мне и гостям. И теперь у меня есть лично мои тапочки и пара тапочек для гостей. Потому что иногда бывает, что два человека припрутся. И одному тапочек не хватает. Нет, есть там такие имитации тапочек. Но люди как бы не нормальные тапочки. Ну не такие они в прямом смысле вот понятие классических тапочек. И людям больше нравятся вот просто тапочки. И вот у меня теперь есть вот такие тапочки. Они мягенькие. Они такие серебристо-голубенькие. Элланд комфорт. С бантичками. О! Я сегодня их отдену. Я даже, может, сейчас их отдену. Свои вот эти вот светофорные сниму. Я сейчас в носочках, кстати, с прошлой Лёрькиной посылки. Розовенькие. Там, по-моему, они с кошечками. У меня еще пакетик. Что на пакетике? А! С Новым Годом и Рождеством! Так! Еще! Зритель, ты еще не устал? Вот это то, про что я в самом... Ну, в смысле, самое первое в самом начале, когда скрывала посылку, увидела. И про то, что я уже говорила. Причем мне сказали, что-то на елку вешаться. Как-то сначала не догнала. Создайте свою сказочную историю. Я думаю, что-то такое. А вот потом уже... Сейчас вот только увидела. Призы, значит. Набор для выпечки имбирных пряников. Пряничная история. Печем дома. Вместе с детьми. Ну, у меня тут это... Я сама себе деть. Я на днях постараюсь это испечь. Может быть, даже камеру включу, а может и не буду. Внимательно прочитайте способ приготовления. Вам понадобится сливочное масло или маргарин. Ну, куплю себе сливочное масло. Так. Создайте свою волшебную историю. Ну, тут инструкция по применению. Хештеги. Причем дома. Пряничные истории. Вот. Увесистая такая коробочка. Так, а маргарин-то тут какой-то хрен. А, для того и для другого. Все. Красочная инструкция с трафаретами и полезными советами внутри. Круто. Еще и трафареты есть. Так, я обратно в пакетику беру. Сейчас, пока. Так, это не тот пакетик. Ну, в смысле, там в пакетике эти бумажки есть. Это шлюидированная штучка от коробочек с звуками. Так. Вот, что у меня еще есть. Очень классная штука. Девять свечек. Арабика. Свечи чайные, ароматизированные. Сделаны в России. РСМ. Русская свечная мануфактура. Я даже не знала, что такое у нас бывает. И оно пахнет очень классным, таким хорошим конкретным кофе. У меня когда-то давно было кофейное масло эфирное. Вот тут практически один в один аромат. Очень классно. Срок годности не ограничен. Может гореть от... Сколько так? Время горения одной свечи... В общем, от трех до четырех часов. Три с половиной часа плюс-минус полчаса. Как-то так. Ну, говоря, четыре часа. Классно. Только кофейная свечка, наверное, бодрит. Но она сейчас так вообще офигенно пахнет. Я бы ее вот... Я еще с утра ее думала зажечь, но мне надо было уходить. Я там тоже всякие местами подарки племянникам покупала. Так. А еще тут, кстати, посылка... Можно сказать, посылка в посылке. Мне как-то давно подобное присылал. Я, правда, тогда не сразу догнала. Денис, который присылал мне мышку, компьютерную с хвостиком, эту юсбишную. Ну, отдельным хвостиком. И Рафаэлла. Вот там одна коробка Рафаэлла была мне, а другая Ленке была с Негиревой. Я тогда с ней еще общалась. И он написал Аленке. Вот тут посылка в посылке. Тут не подписывай, конечно, но я знаю, для кого это. Тут две замечательные прихватки. Я решила их тоже обозреть. Это для моей тетушки. Альпийская сказка. Прихватка 20 на 20. Хлопок стопроцентный. Вот такая замечательная как раз вот под Новый год тематика. У меня как раз тетушка, она выкладывает такие... Ну, в общем, у нее солонки есть. Вот набор такой вот под специи и под соль. Ну, значит, под соль и перец. Они именно вот там новогодняя такая тематика. Только на Новый год. Альпийская сказка. Тут у нас, кстати, что... Как-то они по-другому, по-разному назывались. А вот тут Тироль и Вейн или что-то такое. Или это по-русски, или это... Такой вязью, что я прочитать не могу. В общем, обе у нас тут и ткань чехла, и наполнитель стопроцентных хлопок. Вот такие замечательные прихватки. Сегодня ко мне как раз он зайдет и я ей передам. Спасибо, Лелечка. Прихватки всегда полезные. Так. Куда-то положить-то. Сюда. Ох. Тут у меня есть рукавички и носочки. Меня как раз, по-моему, напряг с рукавичками. У меня еще перчаточки в прошлом году потерялись. Ну, то есть, знаете как, вот есть люди, которые увидят, что что-то у кого-то упало и скажут. Я вот так скажу. А есть люди, которые не увидят. В смысле, увидят, но не скажут. Не будем о грустном. Теперь у меня есть рукавички. В общем, тут 25-35. 23-25. Женские. Носочки. Тоже с кошечками. По-моему, это кошечки. Такие я не видела. Тут ушки. Носочки. С удовольствием буду носить. Вот они. Мяк-мяк. А может, это птички какие-то. Ну, в общем, животные. Женские носочки. На 36-39 размер. Вот. Хлопок, полиамид и эластан. Очень классно. Сделано в России. В ноябре этого года. А еще вот как раз рукавички. Я их еще не разоденяла. Но я одну из них уже мерила. Ва. Пум-пум-пум. Классно. Тут еще такие фигурюшки, как стразики. Не стразики. Ну, короче, рисунок такой. Наклеенный, не наклеенный. Ну, как-то вот. Очень круто. Спасибо, Лелечка. Теперь мои копытца передние не замерзнут. В смысле лапки. В смысле лапки. Так. Еще духи. Эйван софт маск. Мозг. Музг. Туалетная вода. Раскройте вашу мягкость и женственность с классическим цветочным мускусным ароматом софт мускус. Я желтенький, помню, хотела попробовать. У меня пробник был, но он... Короче, я даже его помню, этот пробник. Чего ж мне так туго вас приходится открывать так? Ух ты! Круто так! Такой классный флакончик. Я обещала с ней прыскать, да? Знаешь, не на себя. Круто! С чем-то розовым таким вкусненьким и кремовым ассоциируется. Вот. Спасибо, Лелечка. Так. Вот одна эмари пошла. Эмари эликсир. Лёля мучает коробочку. Вот. Классический такой флакончик эмари. Эмари. Вот у меня эмари был просто эмари. Эмари. Как тебе обратно засунуть? Тут что-то как-то бледно очень написано. Связные буквы на бледном фоне я не вижу. Я потом лучше на сайте гляну. На День у Тейбановском. Классно. Спасибо. Так. Ещё. Красненькая. Эмари фэнтези. Значит, должен быть красненький. Тут тоже я слепая курица. Но я вижу, что это туалетная вода. Остальное для меня очень мелко. Круто. Ну, мне так чем-то знакомым пахнет. Отдаёт таким. Чем-то очень знакомым. На языке крутится, не могу сказать. Где-то я ведь не понюхала, да? Они обеются, что я их не понюхала. Я их даже не открыла. Крышечку. Они по-другому пахнут. И чем-то таким вот тоже знакомым. Может быть, я уже есть просто хочу. Но чем-то очень классно. Короче, я в них влюбилась. Но я не могу понять, что они мне напоминают. Даже что-то такое вот... Уифрошлейн или Арифлэйм было. Так. Ещё. Не переживай, зритель. Там где-то уже меньше половины. Вот такими штуками я ни разу не пользовалась. Но когда была представителем, мне подобное заказывали. Это у нас сочный гранат и манго. Освежающий спрей. 100 миллилитров. Так. Застоять. Это к нему. Гель для душа. Освежающий. Сочный гранат и манго. С удовольствием буду использовать. Мне такие гели очень нравятся. Вот именно. The Natals Alien. Одну помаду я... Цвет, помните, вроде розовую хотела. А одну, я вот не знаю, не обе розовые. Вот это у нас... Сейчас скажу. Фаберли губная помада. Абсолютное увлажнение. Номер... 40085. Я пытаюсь ногтём подцепить штуку, чтобы... Ой! Открыть её. Может, надо было ножичек взять да прорезать. Во! Круто! Вот как я хотела этот цвет. Ну, не именно этот цвет, а вообще вот такой цвет. Розовый. Кстати, у меня сейчас на губах Эйвен... Матовая помада с прошлой Лёлькиной посылки. Тоже мой любимый цвет. Вы не удивляетесь, что они разные цвета. У меня раньше были заскоки. Я или пользовалась исключительно коричневыми помадами. Или исключительно розовыми. Там какая-нибудь Белла. Люби розы. Лепесток розы. Или красными. Или всеми вместе. Ну, в смысле, у меня в ассортименте были сразу все три. Классно. С удовольствием буду пользоваться. Кстати, вот на руку легко ложится. Такой очень классный нежный цвет. Так, и сейчас я вторую вскрою помаду. Надо как-то положить так вот сюда. Тут у нас тоже Эйвен Трю. Где написано что-нибудь? Губная помада Ультра. Вот её легче открывать. Фаберликовцы учитесь. Дёрнул за верёвочку и она открылась. Ну, в смысле, сварилась вот эта штучка. У меня пакетик под эти штуки. Пу ты. Или что-то в этом вроде, кстати, сделано в Польше. Вот я не помню, у меня, по-моему, тоже матовый флакончик у матовой помады. Круто. Тоже вот по типу такого. Ну, вот такие цвета, они как бы разные, но при этом они розовые. У них общее что-то. На моей загорелой лапке. Даже помаду нюхаю. На самом деле я не понимаю, чем она пахнет. Очень классно. Спасибо, Лёлечка. У меня теперь две помадки такого оттенка. Всегда хотела подобное мыло попробовать. Может, я где-то говорила и только услышала одно в этих видео. А может, она мои мысли прочитала. Эйвен Планета Спаби с мятежной с Прованса с экстрактами французской лаванды и жасмина. Мыло 75 грамм. Ух ты, какое. Хе. Как со скрабирующими частичками. И думай, какое мыло первым заделать. Мыло Безмятежность Прованса. Смойте свое напряжение мылом, на создание которого специалистов и его вдохновили незабываемые лавандовые поля Прованса. О! Круто! И мыло трясется, потому что лапа у кого-то дрожит. Сейчас туда положим. У меня тут три баррикады такие сверху, не совсем сверху и снизу. Мыло туалетное. Аромат весенней свежести жасмин. Это у нас кто? НМЖК. Что-то такое знакомое. Я сегодня видела что-то такое тоже НМЖК. 90 грамм. Туалетное мыло твердое, экономичное. С удовольствием будем мылиться. Это Эйвен. У меня, кстати, гейт, по-моему, такой же есть. Ну, там вот, дальше, в пакетике, в коробочке. Эйвен Сенсенс. Чайная коллекция. Энергия, шеи, зеленый чай и вербена. Туалетное мыло. Ух ты! Круто! Я так понимаю, что это новинка, потому что я таких мыл не видела. В моем пятом каталоге Эйвен, который обозревал в СМР. Ну, поздно, Лёля, почти год спустя. Круто! 75 грамм. Вот. С удовольствием буду использовать. Спасибо, Лёлечка. Так, Джонсон Бодике. Смягчающее мыло с экстрактом папайи. 125 грамм. Во! Круто! Это на Джонсон и Джонсон, да? Да, Джонсон и Джонсон. На другой стороне написано. Большой мыльчик. Обратно в пакетик уберу. Ой, я и помадки туда засунула. А то мало ли что тут. С ними надо поосторожнее. А я, по-моему, хочу. Да и доставала, да? У меня еще пакетик. Сейчас я покажу большие мягкие штуки. А потом большой пакет, который там. Это сидушки на стульчике. Кстати, вот как раз вот под обои подходят у меня. Под плед, который на кровати. Ну, покрывал это. Под комнату очень подходят. И тут завязочки. Раз сидушка. И два сидушка. И вот после видео, как запишу, я их наседаю. Ну, в смысле, на это. Привяжу. Мяконькие. Спасибо большое. Это мне говорили, что вот такие штуки есть. У тебя такие есть. Ну, типа, хочешь такую штуку? Хочешь такую штуку. Вот теперь у меня есть такая штука. Целых две. Потому что у меня два стула. Так, и последний пакетик. Ох, ох, ох. Он такой тяжелый. Я, кстати, сегодня еще, когда все достала, говорю, вот тебе коробочка. А потом думаю, не надо убрать это все в коробочку. Ну, первым делом залез в коробочку. Я еще пока соображала. Думаю, записать его на телефон не записать. Он так раз, и уже там. Я его только сходила. В общем, у меня еще один лосьончик. У меня есть лосьончик, который я еще не открывала с бананом. С прошлой посылки. Вот у меня теперь конкретно такой запас. Можно не демориться, что или там запариваться. Ой, типа, экономить надо, экономить. Или где-то искать лосьончик. Вот все теперь есть. У меня есть три лосьончика Эйвен. Два от Лёльки. Один от маминой подруги. Тоже, кстати, новогодний. Я тогда, по-моему, в инстаграм его скидывала. Я его не обозревала отдельно. Ну, там просто такой лосьончик. У меня еще от нее есть маленькая мышка. Ручной работы мылиться. Эйвен Кэ. Масло кокоса. Восстановление. Лосьон для тела. Для сухой и очень сухой кожи. Самое то. Особо зимой. 400 миллилитров. Вот, по-моему, он ничем не пахнет. Или я уже принюхалась. Классная штука. Вообще, мне вот такие же эти Кэри нравятся. И вот их лосьончики тоже. И воноски. Спасибо большое. Так. Вязью тут для тебя, для твоих мечт. Или что-то в этом роде. Крем для рук и тело регенерирующий с мышкой. Тут где-то было. Евролайн. 150 миллилитров. Крем для рук и тело регенерирующий. Серии символ года. Сделано в России. Не видела похожих вообще вот подобных. Круто. Классно. Прямо символ года. И штучка. И... О! Совсем чуть-чуть было. Оно быстро вписалось. Какой-то очень тоненький, нежненький ароматик. Круто. Буду пользоваться с удовольствием. У меня пока сейчас есть вот тоже от Лёрки. Арифлеймовская, по-моему, там баночка. Лосьон для тела. Вот он закончится. С удовольствием буду этим пользоваться. Потому что у меня сейчас пока крем для рук. В использовании от Гринмамы стоит. Один в сумочке, другой на столе. И даже тот, который был в пустых баночках от Лёрки. Экобила или биоэкола. Что-то такое с лавандой на кухне. Я думала, что там оставалось она пару раз. Но там, видимо, оставалось на больше, чем пару раз. Поэтому, что я на кухне им пользуюсь. И хоть он уже был в пустых баночках. И он всё ещё не заканчивается. ВИТЕКС. Лимитированная коллекция. Время чудес. Пусть счастье согревает в новом году. Гель для душа. Банановый маффин. Слушайте, круто. Я ещё и видела, ведь я даже читала название. Что это такое? Думаю, крем? Или что это? Хе-хе-хе. Двести пятьдесят миллилитров. Вот. Его, наверное, надо на январь. В этих. Моя. Типа там уходовая косметика на январь. Хотя у меня сейчас там стоит ещё целый месяц, наверное, хватит. Лёркин от Эйвон. Мой любимый аромат. Этот. Любовь Парижа. Или как-то так. Вот он у нас тут. Банановый маффин. Круто. У меня эта упаковочка, она блестит. На ней этот дрожает. Он в другой стороне. Огоньки от ёлочки. Очень классно. Спасибо, Люлечка. Так. У меня тут ещё два огромных геля. Один Эйвон Сенсис. Магия Индии. Кардамон и сандаловое дерево. Увлажняющий крем-гель для душа с экстрактом мёда и соевым молоком. Вот. Я не помню, я такой пробовала или не пробовала. В крайнем случае, даже если пробовала, но забыла, вспомню, когда буду пользоваться. У меня таких флаконов сейчас хватает на два месяца. Они такие вот как-то экономичные. Прямо вот. Даже, по-моему, мне на полтора месяца или на месяц с лишним хватало вот стандартного 250 миллилитров Эйвановского. Увлажняющий крем-гель для душа. Дивная сказка. С роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Крем-гель для душа. Сто процентов экстракта натурального происхождения. Так, а тут что было? Так, тут кардамон и сандаловое дерево. Тут сандаловое дерево и ваниль. Вот. Большой гель. По 500 миллилитров. И вот тут говорила я еще, что у меня мыло и вот такой же типа гель. И вот такое же мыло я уже обозревала. Вот теперь такой гель. Эван Сенсус. Чайная коллекция. Тут у нас Фудзи изображена. Храмик такой. Чайная плантация. Энергия Ши. Ой, пардон. Энергия Ци. Я его... Я и мыло там обозвала. Энергия Ши, да? Пардон, пардон, пардон. Энергия Ци намыли. Энергия Ци здесь. Зеленый чай и вербена. Ну, просто белые буквы на зеленом фоне у меня шо-це, шо-ше. Видимо, слилась. Да еще это... Почему-то волосина отображается. И, видимо, елочка отцветкивает. Гель для душа. Я его даже сейчас... Я подозреваю, что я уже там много чего нанюхалась. Ну, вкусный аромат такой. Я думаю, в душе он вообще будет классно открываться. Такой прозрачненький. Связло-зелененький. Прям как огоньки на елочке. Это, кстати, еще не все. Тут у нас Имари. Коллекция. Лосьон для тела. Парфюмированный лосьон для тела. Имари. Какой именно Имари он подходит, относится, я не поняла. Но круто. Может, он ко всем относится. Вкусно пахнет, но я уже не понимаю, чем. Я тоже им с удовольствием буду пользоваться. Так, и последнее. Тут у нас пакетик и еще пакетик. Еще один гель. Это у нас дзен. Мандарин и жасмин. Гель для душа. Чайная коллекция. Эйвен Сенсес. И вот жасмин нарисован. Такой мостик через речку. Вот. Двести пятьдесят миллилитров. Гель для душа. Мандарин и жасмин. Нанесите на влажную кожу тела массажными движениями. Затем смойте. Так. Так. Они тоже так гармонируют. Оранжевенькие и зелененькие. Ой, я его спиной поставила к вам. Как леденчики такие вот. Но мне напоминают леденчики. Типа как там дюшезик. Еще что-нибудь такое. Круто. В общем, такая огромная посылка от Лельки. Из Тюмени. Спасибо тебе, Лелечка. И спасибо вам, если вы оселили до конца. И всем отличного новогоднего настроения. Если у вас его еще нету, то пересильте себя и поставьте елку. Зажгите на ней эти всякие фонарики. И оно у вас само по себе появится. Даже если не появится. Посмотрите какой-нибудь мультик. Если вы любите мультики. Посмотрите какой-нибудь фильм. Типа комедию. Если бы у меня был телек, я бы наверное смотрела эти фильмы, которые вечно под Новый год раньше показывали. Только под Новый год там. Что-то пять минут какой-то фильм черно-белый. Короче, почитайте книжку. Через не хочу. Я вот сейчас очень много читаю, но на самом деле не книжек. Чаще какие-нибудь рецепты, какие-нибудь там свойства какого-нибудь продукта. Фрукта, овоща и так далее. Крупы и тому подобное. С телефона по большей части. И вообще много чего. Иногда я даже новости читаю. Но я их стараюсь не читать. Поэтому я в танке. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего, отличного настроения. Всех с наступающим праздником. И с Рождеством, если вы его отмечаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok